Это как божество, но у него мужская энергия, воинственная, здесь еще одна есть, тоже непонятно, женская структура, а она как дикая, как кошка, как змея, как что-то, что может трансформироваться, но и как неупокойная одновременно, тоже не просто сущность, как божество, они оба такие, и очень низкая чистота, и воплощаться могут, как они говорят в телах тоже, и взаимодействовать любят планету, частично связанную с ее высокой чистотой, чуть-чуть, совсем чуть-чуть. А самый главный второй? Ну вот их двое, они очень много имеют на себе предметов золотого цвета, я бы сказала, очень много. Доспехи, украшения, они и рептильные, и нижние, и в то же время могут облик принимать человеческий, они вдвоем такие, кульки есть. Откуда они такие, это демоны или кто они? Услышу полукровки, они и космические, и демоны, ворота показывают, легко и туда, и туда. Субтитры создавал DimaTorzok У меня была прекрасная семья, меня любили бабушки, дедушки, мама, папа. Я не знала, что бывает по-другому. Я обожала гулять на природе, часами могла находиться сама, обожала ездить к бабушкам, и любила с животными, с птичками, с растениями проводить часами в одиночестве. Также у меня было много подружек, друзей, то есть я была нормальным, общительным, спокойным ребенком. Для меня важен мой сын, поскольку я считаю, что вся эта тема перешла на него. По нагрузке, я имею в виду, интерферирование и так далее, плюс депрессия. Плюс, ну и получается, что как будто бы я ему немножко сломала самореализацию. Поэтому по сыну такой момент, если что, потом отдельно можно будет уже там задать вопрос. Могу ли я ему помочь? Ну, я очень к мужчинам отношусь, ну, с претензией, наверное, что ли. Вот это отсутствие доверия. И у меня был такой момент, я поняла спозже, что происходит цикличность. Ну, во-первых, никогда не было недостатка во внимании. Всегда было много мужчин, которые хотели со мной отношений. И вот отношения начинаются, они приходят как бы к браку. И я понимаю, что вот сейчас мужчина уже пытается со мной на эту тему говорить, пытается как-то принять, ну, принимает решения. И я исчезаю из его жизни. И вот так я делала всегда. И мне не важно, какой был статус у мужчины. Это мог быть миллионер, это мог быть кто угодно. Хорошо. А скажи, как у тебя вот с эзотерикой, как ты встретилась вообще, как ты пришла в центр? Так вообще, у тебя были какие-то эзотерические опыты? Да, о центре я уже давно знаю. Получается, что я всегда интересовалась этим вопросом. Начинала я, ну, с детства, понятно, сны. И всё это интересовало, эти экстрасенсы, магия, небо, инопланетяне. Мне попалась в руки книга Карлоса Кастанеды. И я просто читала её взахлёб, я просто слилась с природой, я начала читать знаки, птицы. То есть всё, я вот начала просто считывать знаки с пространства и увлеклась этим вопросом. Был регрессивный гипноз, были знакомства с реки, руны, биоэнергетика. Я играла с матрицей, моделировала пространство, события. Были осознанные сновидения, выходы из тела. Я почувствовала на себе сущность. И я понимала, что это или демон, ну, наверное, это был демон или чёрт, потому что это была достаточно мощная структура. И я прямо дралась с ним. Я думала, что это происходит на физике. А потом я поняла, что это происходило, что я вышла из тела, и битва была. То есть я видела комнату, кровать. Я думала, что я делаю это на физике. А это происходило вне тела. Хорошо. Как у тебя со здоровьем? Я чётко понимаю, что меня конкретно рубят из, ну, спина, жутко. У меня начала болеть спина, и я пошла, сделала анализ, томограмму просветила. И я офигела. У меня просто практически в каждом позвоночнике грыжа. Откуда грыжа? Страшное слово «грыжа» какое-то старческое. То есть это просто удар по моему какому-то внутреннему состоянию жуткий. Тёрпнет левая нога. То есть позвоночник, с ним вот какие-то есть проблемы. Ну, зрение у меня минус 5, я в линзах. Это с детства. Поджелудочная. Гастрит. И я не родила девочку, которая должна была обязательно родиться. И эта девочка, ну, что-то должна была, какое-то очень важное, должна была у неё быть миссия. Я так ощущала это. Ну, вот такое состояние я не занимаюсь спортом. Я знаю, что я должна заняться спортом. Это просто необходимо. Я никак не могу себя, ну, вот, войти в этот режим. Я жутко устаю на работе психологически. Плюс пытаюсь как-то развиваться. И вот меня на спорт не остаётся. Хотелось бы, конечно, эту волю вернуть. Ну, давай дальше. Давай к аспектам главным перейдём уже. Страх в животе. Вот страх в животе меня сковывает. Я считаю, что у меня забито правое полушарие. И я его пытаюсь активировать. Для меня это прям самая главная цель и задача – активировать правое полушарие. Чтобы я могла нормально видеть. Не только в глубоких погружениях, не только во снах, не только в медитациях, но и в работе в виде слипера. Потому что я бы хотела стать хорошим, классным гипнологом и помогать людям. И давно этого хочу. Гипнологом и слипером. Я бы хотела быть гипнологом. Это больше мне по духу подходит. Но слипывать тоже нужно уметь, чтобы проверить информацию какую-то. Если ты будешь чувствительна сверху, как гипнолог тебе, не знаю, там приходится выбирать либо то, либо то. Либо ты крутой слипер, либо ты крутой гипнолог. Ну, в общем, хочу-хочу привести в порядок шишковедную. И пусть будет моё. То, что моё, то и должно быть моё. То есть самобичевание, неуверенность, страх зависимости, нищеты, эго-гордыня. В общем-то, всё. Хорошо. Мне приходят воспоминания, как я переплывала речку. Маленькая. Ну, я не умела плавать. Но мне сказали, что не умеешь плавать. И я поплыла. И смогла доплыть только до половины речки. И там я уже начала тонуть. Это было твоё воспоминание? Да. Это было моё детство. Я подумала, что я утону. Но меня спас мальчик, мужчина, взрослый. Проходил по мосту. Увидел, что я тонул и прыгнул. И вытащил меня. Почему ты пошла на эту речку? Кто тебя позвал? Мы туда ходили часто. Это с того, как не речка. Там все дети были. Мои братья. И мы там плавали. Ну, только я не умела плавать. Я всегда была на берегу. А был какой-то инициатор этого? Кто тебя позвал? Кто-то из мальчиков. А ты помнишь-ка? Найди его там, пожалуйста. Брат, что ли? Я не помню. Хорошо. Посмотри, в каком моменте он тебе предлагает пойти на речку? Я не чувствую, что это брат. Я не чувствую, что это как пустота. Как не могу. Не чувствую там никакой энергии. И как будто бы это воспоминание вообще не то воспоминание, которое я должна была увидеть. Перенесись в момент, когда ты уже на речке. Погрузись еще глубже, да. Почему-то я должна была переплыть эту речку, но я знала, что я не умею плавать. И поплыла. Я знала, что вернуться я не смогу. И дальше поплыть не смогу. А скажи, пожалуйста, кто транслировал тебе это? Ты же знала, что ты не можешь плавать. Кто тебе транслировал это? Посмотри, кто это? Кто стоит за тобой? Видишь всю энергию цвета? Черт, что ли? Отлично. Как ты его видишь? Я его ощущаю. Он выше меня. Где он находится? Он у меня со спины находился. Как будто слева чуть-чуть. А где он сидит в твоем теле? Пошли импульсы. Еще добавьте. Добавляем их, братцы, силу, цвет. Со спины запекло на лопатке слева. Хорошо, Мила. Обратись, пожалуйста, к черту и скажи, как долго он с тобой находится в твоем поле? Как с рождения, что ли. Родовой, значит? Когда? По папе или по маме? По маме. А у мамы были тяжелые роды? Когда ты рождалась? Нет, кажется, нет. Я не знаю. Давай посмотрим. Первый момент. Эй, как вы познакомились? Ты еще находишься в эмбрионе. Пусть черт покажет. Пожелай ему. Как вы с ним познакомились? В момент рождения. Что произошло с тобой? Ощущение, что мама чем-то расстроена была. Чем? Ну, как будто бы из-за папы, но я не уверена. Папа что-то обидел ее. Обиделась. Так, а черт, как тебе подошел? Общищать будет. Всегда. А взамен что? Дружить будем. Дружбу предложил. А в чем заключается дружба? Чем ты платишь ему за это? Любовь. Забирает он у тебя любви, энергию любви. Энергию. Много ее у меня. А на здоровье это как-то влияет? Влияет. Он влияет как-то? Влияет. Как? Ухнетение. Не хватает. Циркуляция плохая. Циркуляция жизненной силы плохая. Регенерация. Нарушена. Восстановление. Самовосстановление. Молодость. Старение. Могла бы не болеть. Не стареть. Не увядать. А раньше вы встречались с этим чертом уже в прошлых воплощениях? Да. Сколько раз вы воплощались с ним? Много. Он здесь не главный. Я тоже так чувствую. А он выстраивал тебе какие-то собитейные линии негативные? Ну да. Но мне кажется, это когда он ошибается. Когда он выстраивает негативные, я уже знаю, как это сейчас. Я уже знаю эту систему знаков. Использую ее. Да, есть там кто-то посерьезнее. Теперь перенесемся в самое первую встречу. С этим кто посерьезнее? Давай, кто там у вас посерьезнее? Пускай выйдет ответственный. Кто твое стоит? Где вы встретились в самый первый раз с ним? Или я была магом, или я была воином? Та-та-та в одном. Опиши, какой ты была. Можешь посмотреть детальней. У меня как будто бы смешивается, все в одну кучу, как будто бы и женщина, и вижу, и мужчину вижу. Ну, не вижу, я так чувствую себя, и чувствую в телах разных, и не понимаю, какое посмотреть надо. Кем ты была в этом воплощении? Как целителем. Прицелительнице. Мешает анализ. Сейчас Лена подойдет тебе на энергетическом пространстве. Делай глубокий вдох и выдох. Расслабься еще глубже. Почувствуй, с какой стороны она к тебе подойдет. Лена, проведи идентификацию точной энергетической копии Людмилы. И посмотри на эфирное тело, каким ты его видишь. Сняла все маски, голограммы, иллюзии, наложения, искажения, образы непрогляда. Фантом рассыпался, собрался заново, вновь. Не изменился идентично. Это мило. Очень интересную историю наблюдаю пространство, в котором я ее вижу. Я прокомментирую прошлое. Пожалуй, начну сейчас из того, как я вижу ее полярность. Такое пространство, ну вот как труба, но только она не сверху вниз, да, или не снизу вверх. А вот так, под наклоном. Как знаете, легкая горка или с нее. Только эта труба энергетическая такая, пространство замкнутое, здесь мило находится на уникальном таком сопротивлении подняться, скатиться, снова подняться, снова скатиться. Такие энергетические булыжники периодически падают, бывает скатиться, снова подъем. А полярность достаточно взволнованна, как колючий ежик. Шумы, шумы помехи. Я несколько раз настраивалась на тебя, меня выкидывала. Я заново тебя искала и снова оказывалась здесь же. Срабатывает какая-то внутренняя защита. И я понимаю, что это магическая защита. Веет энергии, веет некромантии. Само пространство, если его изучать, по всем параметрам, да и визуально. Это как мир, мир мертвых. Это место, где души либо обретают покой, либо не в покое, либо покои ждут. Большая связь с этим пространством. Даже запах земли чувствую здесь. Это опыт тогда, раньше. Связь очень большая. Она говорит, опасно, опасно. Почему? Время. Было время, когда ты могла сделать осознанный выбор, куда тебе раскрыть и продолжить, либо нет. Подсознание показывает, у тебя был шанс видеть, слышать, чувствовать, вспомнить. Они приходили к тебе, воспоминания. Испугалась, закрыла. Сейчас не знает, что с этим делать. Время. Время. Часы. Часочные часы. Бултанг. Ее интерференты, с одной стороны, подталкивают. Она не хочет. Она не хочет. Или наоборот, хочет. Поэтому здесь такая, как, наверное, внутренняя война через сопротивление. Это происходит сейчас. В ее мире, внутри, в событийности, тоже, везде. Самое первое воплощение, откуда все началось. Мужчина. Худенький. Очень добрый. Он намазан. Здесь намазан. Руки намазаны. И красиво, и нет. От него энергетика. Такое блаженство. Он одет странно. В ткани. И он, как я, как я сейчас. Это даже не молится. Это быть там. Он всегда где-то. В астрале. Мужчины. Это Индия. Не индусы. Индия. Он смотрит на меня. Спрашивайте. А в каком моменте познакомились? Первая встреча. Здесь двое стоит. Демон. Но как? Он не просто демон. Он полох. Он как божество, что ли. Относится к миру мертвых. Проводник. Так. Так говорит. На-на-чхан. На-чхун. Запишите. На-на-чхун. На-на-чхун. Так звали мужчину. Это как божество. Но у него мужская энергия воинственная. Здесь еще одна есть. Тоже непонятно. Женская структура. Она как дикая кошка, как змея, как что-то, что может трансформироваться. Она и как неупокойная одновременно. Она и как неупокойная одновременно. Тоже не просто сущность, как божество. Они оба такие. И очень низкая частота. И воплощаться могут, как они говорят, в телах тоже. И взаимодействовать любят планету. Частично связаны с ее высокой частотой. Чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. А самый главный второй? Ну вот их двое. Они очень много имеют на себе предметов золотого цвета. Я бы сказала, очень много. Доспехи, украшения. Они и рептильные, и нижние. И в то же время могут облик принимать человеческий. Они вдвоем такие. Откуда они такие? Это демоны или кто они? Слышу полукровки. Они и космические, и демоны. Ворота показывают. Легко и туда, и туда. Я не знаю, на какой частоте они выйдут. Вот сейчас посмотрю. А почему именно и мило с ними познакомилась? Поклонялась им. Когда-то дружили. Чихон проводник. Это человек, который провожал людей в тот мир. То есть в каком-то воплощении взаимодействовало, да? А именно это все началось оттуда. Вот как у нас номерология. Как у нас астрология сейчас. У него большая таблица есть. Круглая. Камушки тоже. Ну вот такое место интересное, обрядовое. А с самого начала кто с ней взаимодействовал? Демон, вот пусть будет демон. Все-таки демон. А как зовут демона? Не хочет говорить. Почему не хочет? Хочет остаться тайным. А мило, хочешь, чтобы он говорил? Да. Тогда говори. Я слышу его имя, он тут же блокирует. Сибет. Как зовут тебя? Сибет. 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 Из Египта. Дальше. Откуда? Я создан здесь. А кто тебя создал? Вы. А уж с сознанием не создали. А зачем мы тебя создали? Ваши пороки. Ваши умы. Ваши мечты. А я часть каждого из вас. Я как Эд Грегор. А я ваш ум. Я здесь всегда. Какие энергии ты проводишь? Все. Негативные. Можешь перечислить. Я могу забрать у тебя все. Стоит тебе только захотеть. Все твои пороки. Вижу исключение. А что ты даже жмя? Дары. Любые. Все, что ты пожелаешь. А кем было мило, когда вы с ним встретились? Мила, а ты видишь этих представителей? Я чувствую, как пространство огромное такое. Познакомься. Познакомься. Супруга моя. Азазай. В смысле? Где супруга? Рядом со мной всегда. А мило какое имеет к этому отношение? Неохотно с тобой общаться. Почему? Не вижу смысла. Ты пустой. Лена, оставь его. Отсоединись от него. Оставь меня с Леной. Лена, как ты меня слышишь? Да, что-то меня туда унесло самому. Извините, пожалуйста. Давай по делу. Давай по делу. Что это такие? Давайте будем разбираться. Пробиваются по нижней частоте. Пробиваются по космической частоте. Пробиваются по неупокойной частоте. Как будто бы все три в одном. Все сразу. Я тоже так ощущаю. Хорошо. А где создавались эти существа? Ты их встречала, Лена, уже таких существ? Первый раз вижу. От них энергия странная и нижняя и космическая. И в то же время почему-то доброта. Не пойму. Они как-то странно бьются в энергиях. Как будто бы там все. С какой они цивилизацией? Слышу, Орион. А где мило с ними познакомилась? На этой планете. На какой? На нашей, на Земле? На нашей, да. На чехол. Вот он сидит. Тогда и познакомились. А какой это год был? 1173. Давай пойдем туда. Мы здесь. Мила, посмотри, какой ты себя здесь видишь. Пускай проявится вокруг тебя пространство. Как будто бы душа подсознательная часть такого исследователя. который пытливый очень. Все время что-то, 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 что-то еще, 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 еще. Еще что-то перебираю, что-то разбираю, что-то хочу открыть, понять, изучить. Какая-то такая сует-суетливая жажда, жажда, жажда углубиться в здание, что-то докопаться. Как тебя звали там? Лен, помоги ей, пожалуйста. Как ее зовут? А вот же я вам уже описывала, мужчина. И Индия здесь намазана. Так все красиво. Тут все красиво. Худенький такой. Такая здесь какие-то у него одежды. Вот так сидит. У него доска круглая, изрисованная. Вот как мы сейчас называем нумерологию. Или что? Много циферок. Как-то вот по кругу, все по кругу. Круги, 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 круги. И вот к ним люди приходят за советом всегда. И еще вот он показывает прах. Когда человека не стало, он это тот, кто уже другие сжигают, прежде чем нужно к нему прийти, прежде чем прах сделать. То есть он такой вот значимая персона здесь. Проводник особый такой. Ну вот если бы нашим языком, как у нас сейчас в наше время, я бы назвала его священником. А как там, ну это важный человек, без него ничего не происходит. Не свадьба, не смерть. И проводник, и радость, и печаль. А в каком моменте он познакомился с нижними? Показывает мне. Это не сон, это видение. Видение, как наяву. он их видит. Фигуры, не только их. Других. Я вижу других. И я понимаю, что мне надо, что это, это поклоняться, поклонение надо. Принялся божество. это и есть божество. Это и есть божество. Показывает, что их всего семь. Эти двое. Еще пять. Есть божества. велики, как ступень. Одна, вторая, третья. Вот. Так и познакомился. еще есть птица. Для него она священна. Проведи идентификацию этих божеств, которых ты сейчас видишь. Пускай откроются инферные ДНК, испадут все маски, голограммы. По структуре информации. Всех? Да. Пускай спадут все маски, голограммы. Раз, два, три. Трое световых, остальные нет. Остальные кто? Нижний, космический тоже. А он знал, что он взаимодействует с нижними? Знал. Он их видел так. Но красивыми. Как животных. Для чего они нужны в деле? Четкое сознание, что это планета так устроена. Почтение. Как часть общей системы. Он их как-то использовал? Дорывал. Да. Не использовал. Дорывал. Уважал. Мне такое слово идет. Опять вылетело. Почему вы мне не хотите говорить? Верните мне это слово. Верните. Ораку. А у него была семья? Нет. Отец. Приемный. Воспитанник. Он воспитанник. А как он умер? При каких обстоятельствах? Сидя. Не ел, не пил. Осознанно. Как в сон ушел. Это какое было воплощение по счету? Стоит один, но я четко понимаю, что это второе. Как будто бы не хотят показывать первое. Один, два. Один, два. Один, два. Как будто бы все, что до, совершенно не важно. Как будто бы оно и было, и не было. Не пойму. Хочу посмотреть. Дай. Открой. Покажи. Это очень короткое воплощение. Буквально несколько дней. А почему несколько дней? Тело не приспособлено к жизни. Особенный ребенок родился. А в чем заключалась его особенность? Это когда два тела, а ноги одни на двоих. По одной ручке. Вот так. Да. Этот ребенок родился у женщины. В красивых белых одеяниях. Важные персоны. Сильная очень дама. Спрашивать. Мне тяжело. А в этом воплощении кто-то воплощался с ней из той жизни? Слышу часто. Они часто воплощаются. Часто, но не всегда. Да. Подсознанию не хочется это вспоминать. Кавычажка, но та. Как брак. Несостоявшийся. Порог. Вот так. Мне хочется. Не знаю. Вы это отключите меня, пожалуйста. Отключаем эмоции, поднимаем вибрации, эмоции больше нет. Лена. Эмоции отключены. Что там произошло? Я чувствую страдания этой женщины. Это не несколько дней рождения ребенка. Было несколько месяцев. Несколько месяцев. Три с половиной месяца. Прожил ребеночек. Вот так. Там такой спектр чувств, эмоций. Это как-то очень сильно сейчас бьется с твоим воплощением. Это закрыто. А потом куда это пошло после ее воплощения? Такое разве может быть? Две души в одном теле. На часть ушла наверх. В источник. Другая часть. Здесь. Дальше воплощается. Это ты. Две разные. Две разные души. Должны были быть два разных тела. А та душа перешла в другое тело? Нет. Она не может попасть сюда. Не получается. Она не воплощалась ни разу. Слышу, не дают. Как будто бы, если они вместе будут, то что-то вот может такая сила, что ли, образоваться. Мне как по очереди. В голове по очереди. Скучает очень подсознание. Но вот душа сама скучает. Как будто бы не хватает чего-то. Я не могу назвать близнецовым пламенем. Это две родные души из одного источника. Очень близкие. От одного духа, да? Ну да. Да. А на данный момент здесь находится этот близнец? Нету. Нету. Нигде нету. Не воплощен. А где его душа? Не воплощен, да? За куполом. Хочется, да. А он за куполом не воплощенный или воплощенный? Нет, не воплощенный. Давай перейдем к следующим воплощениям. Когда она была вот этим священником. Но когда он умер, куда пошла его душа? Остался на планете Земля. В виде неупокойной души. И во мир мертвых спуститься мог. Там энергия показывает. И выше никак не мог подняться. Но какое-то время был так. Он мне показывает скалу с надписями. И он в этой скале находился. Жил после смерти. Туда люди приходили. Показывает, что приносили туда таруи. И он им так помогал. За эти дары. Чем он там питался? Этими дарами, что ему подносили? Да, дарами. Энергии из этих даров. Там энергия теплая. Любви. Всего-всего. Люди не просить ушли, а благодарить. Энергии каждого частичка жизни. Они тепла, добра, любви. Ему же и поклонялись. Ему же. Это его место. Это было его подсознанием. И частичка духа уже отделилась от него? Нет, не отделилась частичка духа и подсознания без тела. Недолго он здесь был. Не больше ста лет. А через сколько он воплотился? Вот не больше ста лет он был здесь без тела. Потом перестали приходить часто люди. Редко. И он растворился отсюда. Ушел в планетарное пространство ниже в чистоте. Туда, где временной порядок перестает двигаться. Это как ноль. А почему не вверх он пошел? Он не хотел уходить. Ему надо было здесь. Он полюбил. Я полюбил это место. Добрых, благодарных людей. А я не хочу уходить. Я хочу быть здесь. Мила, какое у тебя сейчас воплощение по счету здесь? Какая цифра тебе приходит? Чей почему-то 9. 9, да? Лена? Больше. 10. Подсознание не считает за воплощение первого опыта. Вот эти вот теперешние подключения негативно влияют на жизнь того воплощения? Негативно. Она сейчас находится в порядке выбора. Погрязла в долгах. В дни частотах здесь опыты были дальше не такие сильные. Энергопотенциала не хватает выбраться вообще на данную секундочку. Из этой вот так наклоненной трубы энергетически выбраться из этого мира мертвых. Хочет подсознание, чтобы не быть связанным больше. Потому что устало три крайние воплощения. То борьба. Борьба за выход из этих времен. А перевожу. То есть борьба с новой веткой хочет жить в новой реальности в высших вибрациях. Хорошо. А ее есть толки, толки, толки. Хорошо. Давайте сейчас перенесемся в комнату диагностики. Давайте просканируем ее по частотам. Сканируем на представителей нижних миров. Пошел импульс по этой частоте. Раз, два, три. Ну, я чувствую, как потоки холода через ноги идут по всему моему телу. Как по всей кровеносным сосудам. Ноги и руки. Да, прям как будто бы вместо крови. Ноги, руки, живот, красный энергоцентр, волевой центр, оранжевая сексуальная энергия, ягодицы, поясница. Это все по нижней частоте. Почему-то еще виски. Виски, глаза и голова. Программная часть, понятно. Я перечислила вам энергию. Воронки есть. Воронка в животе. На пяточках, прям на стопах. В поясничке. Но такие, как энергетические искусственные шланги, тянущие от этой воронки. Как эта воронка воздействует на ее тело? Какую энергию передает и забирает? Путаница. Путаница. Здесь очень много, я почему изучаю? По неупокоенном весь позвоночник. Легкие. Оцепенение. Головокружение. И все одни и те же. Тут и магическая частота пробивается. Некромантия. Все сразу. Но если смотреть только нижнюю частоту, то это живот. Стягивает очень сильно в области живота. Я вижу, как поражены. А репродуктивная система слева и справа сгусток. Труба что ли получается? Да, репродуктивная система сбоит. Как знаете, тонус. Такой тонус. И туда кровоснабжение не попадает как надо. А не менее как бы. Здесь все стянуто. Репродуктивная система. Воронка так воздействует. Сексуальная энергия стягивается в большом объеме. В ногах порчу слышу. Это отстаньте. Это потом в ногах, в ногах, в пяточках. Прямо на костную систему влияют. Ножки позвоночника. Вот поехали. Пятки, колени, копчик, позвоночник. До затылка. Оп, это одна система. Как пронизано, знаете, как на колодели. Это нижняя частота. Желайте, чтобы вышли ответственные за эту чистоту. В общем, вышли. Наблюдают троих пока. Те самые, о которых я уже описывала. Есть еще один такой, знаете, пониже. Нас пятаком, копытами стучит. Слушай, он тебе прям по голове стучит так часто. Есть такое у тебя бум-бум-буши, бум-бум-бум. Да, у меня все тело болит, да. Голова вообще, конечно. Сейчас я чувствую, как оно воздействует. У меня вибрирует все. А вот такие энергии проходят от световых до энергии нуля. И они друг с другом соприкасаются. И те, и те. Ты как бы проводник. Как электричество внутри меня. И холодно, и жарко. И жизнь и смерть. Вот как-то и так, и так. Какого-нибудь, да. Вот это очень странное ощущение. Вот я прям наблюдаю это все. Ощущаю. Сколько ответственных там стоит? Трое. Странно то, что здесь как-то так тихо и спокойно, знаете. А вот по космической частоте, просто шторм. Здесь вот как-то тишина, вот как на кладбище. Как действительно в мире мертвых, наверное, ни слова. Тишина. Вот эта пустота. Тебя как часто ты с пустотой сталкиваешься вообще? Потому что так сильно фонит этой пустотой. Как будто бы ничего нет. Даже такой вопрос, а я вообще существую? Да. В последнее время особенно полное отсутствие смерти, страха смерти. И я борюсь с тем, что у меня очень сильно была навязчивая идея вот такого отшельничества. Уйти от всех людей в горы, глубоко в горы. Стихии, стихии меня привлекают. Как слиться со стихиями. Мила, а кто тебе даёт такое ощущение? Не знаю. Такое внутреннее. Как будто скучаю за этим. Они хотят, они хотят, чтобы ты стала, как они. Они ведут тебя к этой середине. Ты просила их об этом сама. Когда-то просила об этом договор. Этот цвет вытащил мне. Свиток показывает. Он такой весь золотой, золотой. И чёрными буквами на непонятном мне языке написано много. А мне раскручивает, 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 раскручивает его до сих пор. А он не заканчивается, этот цветок. Правила бытия на планете Земля. Вот они. Всё раскрутил. Очень много. Все правила прописаны. Существование всех людей. Как правильно здесь. И свет, и тьма. И как этой середины придерживаться тут. Когда ты в теле. А он говорит, что идеально. Это когда ты в теле, когда тебе надо. Он как бы учит этому, когда тебе надо. Как здесь существовать. Как энергии заходят и выходят. Как ими управлять. И другими людьми. Как быть главным над этими людьми. Вот он учит прям. Они вдвоём. Учат, учат. А ты не хочешь, что устала. Устала от людей. Устала от всего. Это всё. Воплощение за воплощением. Люди-люди-люди-люди-люди. Этих спасала здесь всё. Потом уничтожала. Потом надоело. Потом вина. А он учит, учит, учит. Ушибаешься, спотыкаешься. Нет, смотри. Тыкает, смотри. Здесь вот так написано. А здесь так. Ты неправильно делаешь. Надо вот так. Как они являются на здоровье конкретно? Вся костная система. Это он. Её тело как будто бы, как наштырь. Как робот. Как сухарь. Как что-то искусственное внутри. Трезвость ума, он говорит. Это трезвость ума, называет так. Как эмоции не нужны. Холоднокровие. Расчёт трезвости ума. Говорит, что меня эмоции на чувства. Вот так. Здесь позвоночник, кисти рук, ноги, голова. Весь всякий скелетная система. В большей степени внизу. Внизу же второе влияние от этой зазы. Зазы. От неё, от неё воронка. Стягивает ещё много сексуальной энергии творческой. Она как наказание тебе. Такая материя. Она твоя материя. Всё, что ты материализовать хотела бы, уводит. Нет, 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 нет. Вот сюда надо. Это она. По её договору у тебя программа воплощения. Всё, что ты делаешь, с кем общаешься, как живёшь. Написано ей. Ведёт она. Как будто бы Натя. Натя. Просто всё готово пройти сейчас в этом воплощении. И отпустите меня. Ничего не хочу. Больше ничего не хочу. Это воплощение, будто бы ты раздаёшь должки. За все оказанные услуги. Всё, что не успела раздать. Желудок. Там просто много эмоций. Много боли от непринятия жизни, себя. Я вот говорю, у меня начинает голова кружиться. Жизнь и себя обязана, должна круговорот. Настигательство, настоятельство, настоятельство. Настоять. Настоять. Настоять на своём. Добиться. Убежать. Тереть из памяти. Все эмоции туда, в желудок. Всё там. Давят на сердечную. Сюда. Часть под реберья. Всё по нижней частоте. Почему так кружит меня? Это тебя так кружит постоянно, да? Воронки, когда срабатывают. Вот так всё едет. Всё, что ты называешь, я чувствую всё это. Я просто привыкла к этим энергиям уже. Вот так всё кружится. Весь мир как будто бы стереть ластиком, что ли. Да. Подсознательная часть. Хотела бы поменять ветку вероятности? Да, очень. Мечтаю. Хорошо, давай теперь перенесёмся по ветке времени, найдём то место, где ты встретилась первый раз. Давай, полетели в тот момент, где вы первый раз познакомились. Настройтесь на него. Портал красивый. Немножко водянистый на портал. Мы не на планете Земля. Мы где-то в таком месте. Другая, другая планета. Мила, найди себя там. Я не вижу. У меня ощущение чего-то очень горячего со стороны спины. Какое-то такое другое состояние. Перенесись момент, когда ты с ними встретилась первый раз. Может быть, в каком-то пространстве. Здесь одновременно есть очень холодно и есть очень жарко. Но так как наша планета здесь очень красиво, свежо. Такой воздух, как в сто раз свежее горного скалы есть. Есть моря, но они и такие как парные. Летом очень высоко. Как мило выглядит в этом месте? Красивая, очень гордая, статусная структура. Она как и человек, и птица, и драконы как-то все вместе. Но это очень красиво. Такая природа интересная. Здесь цветы, знаете как? Как животное. То есть оно может вот так схватить резко и съесть. Дикое такое, хищное вот слово. Хищное. Все хищное вокруг. Ты хочешь здесь поменять ветку вероятности? Я не совсем понимаю, где мы сейчас. Ну это что, моя планета или что это? Как я тут оказалась? Ну да, ты отсюда пришла на планету Земля. Одно из воплощений. Ну это одно из воплощений. Да. Это другая планета. Вы познакомились здесь с ними? В каком моменте вы познакомились? Что это был за момент? Они дали ей тело. Ты и ее родители здесь. Вот эти двое отсюда. Они здесь были родителями. В каком моменте она может поменять свое решение? Она принимала в этом участие? Да. У нее воля и свобода на первом месте. Но они ее учат к одному месту. Она не хочет быть. Она не хочет быть на одном месте. Она не хочет быть на одном месте. А вот она сидит на скале. Она подсвечивается само по себе, излучая какую-то энергию. Она начинает. Она начинает бликовать. То цветов не так много. Как-то все по-другому. Не может быть одного цвета у всего. Оно может играть разными цветами. И ты это все излучаешь сама собой. Впитывая и отдавая. Впитывая и тут же отдавая. Красивые у нее крылья. Но такая больше не гуманоидная, а дракона проявление. Дракона. Но все же есть черты человека, как мы. Привлеки ее внимание. Руки, ноги. Но по-другому. Она меня рассматривает. Она меня видит. Мила, ты ее видишь? Я ее как будто бы ощущаю. Но мне сложно. У меня очень энергетически большие идут вибрации. Другие, несвойственные мне. Сафира. Это имя твое здесь. Только я его буквами произношу. А там это как фырканье. Мила, передай ей всю информацию, которую ты получила в сеансе. Передай ей сейчас то, что происходит с твоей временной линией. Пошел процесс. Синхронизируем. Какая у нее реакция? Она расстроилась. Она расстроилась. Мощно очень. Из-за того, что ей приходится доказывать родителям свою волю и там. Она очень сильно расстроилась даже, да. Прям больно ей. Больно, больно очень. На физике уже все произошло. А на эфире она может поменять эту ветку вероятности. То есть вы поняли, да, что вот этот Сибет и Заза, могу выговорить, они вообще с этой планеты. То есть здесь, на этой планете, уже дальше продолжали поучать. Понятно? Да. Она осознает. Хочет летать. Она хочет свободы. Пусть она выберет ту ветку вероятности, где она была бы счастлива, у нее была бы вся та же самая свобода. Портал открыла мгновенно. Там красиво, бирюзово-голубой, состоит из облачков. Такой водить не стану. Мила, там есть такая ветка вероятности? Я ощущаю, что да. Перенесись туда. Ну, я по ощущениям скажу, что это такое, ну, как режим полета, такой радости. И как будто бы глоток свежего воздуха такой, ну, наконец-то. И лечу куда хочу, и большое пространство. Ну, так по ощущениям, как я вижу. И лёгкая сразу такая пошла. Она просто летит. Парит вокруг. Доходчивая. Как будто бы видишь все это. Хотела бы ты тут остаться. Слушай, я да. Да, да, я хочу. Хорошо. Забирай всю энергию с той ветки вероятности и посылай в новую. Запускаем конвертацию с момента здесь и сейчас. Пошёл процесс. Как будто бы килограмм сто сбросили. Так интересно, у них облака ведь, и вот у нас они обычно белые, могут быть серыми, голубыми. А здесь, пожалуйста, фиолетовые и розовые. И вообще всей радуги, всех цветов. Именно вот облака. Переносимся в момент здесь и сейчас. Какие изменения ты сейчас ощущаешь на физике? У меня сейчас максимально выделяется, ну, как кол сердечный со спины такой очень. Ну, какая-то уже следующая история или продолжение. Но это уже что-то другое. Как будто меня пригвоздили. Лен, посмотри, какие изменения на нижней чистоте. А, это по неупокойной. По нижней чисто. Давай сейчас настроимся с другой чистотой. Сонастроимся. Фишу, фишу. Пошёл импульс по этой чистоте. По чистоте бесплотных, неупокойных душ. Пошла вибрация. Вибрирует всё. Под коленками, в локтях, со спины. Оно как-то всё тело вибрирует. Есть центры, где больше, но вообще всё тело как струны. Всё в мелких иглах. Лен, что ты видишь по чистоте бесплотных? Стоит фантом один с факелом в руках. Знаете, мне такая ассоциация, когда, например, человек на острове заблудился. Говорят, вот, пшшш, в курсе спасательный факел. И показывают вот так. Эй, я здесь. Вот он, я тут. Вот, 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 вот так вот маячит стоит. Мужской фантом. Кто это такое? Ты можешь его идентифицировать? Пот он покрылся холодным. Дрожит весь. Ой, тут не один, а два. Первая это женщина, бабушка. В платочке завязанная. Но она заходит, выходит. Постоянно в полярности не находится. Это по твоему роду. Доча, 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 бабушка, что ли? Как зовут, бабушка? Но она как-то сразу так за подбородком. Ну вот какая-то женщина стоит, по-моему. Как давно она в поле, когда она присоединилась? Один. С года. А тебя кормили грудью? Да. Вот. С молоком. Потому что мне показывает, как вот ребеночек грудь, ну, молочко пьет. Вот с молоком зашла. Только до года, вот такой период, ближе к году. А что было в тот момент, когда она зашла? Что происходило? Что происходило? Ну, плачь. Мне не каждый ребенок готов отойти от груди спокойно, оторваться. Стресс. Стресс. Было бы еще более телеснее быть с мамой. Ну, что такая была. Как она влияет? На что влияет? Сон. У меня сразу сравнение с таким лекарством, которое сильно успокаивает так, что тебя может выкинуть из тела. Вы знаете, как оп, ты резко спишь, неважно, где ты едешь за рулем. Знаете, такие успокоительные есть. И вот в момент тревоги твоей или стресса, как я вижу, она может так влиять, что ты выключаешься на сон, на качество сна, на качество сознания. Хорошо. Какую энергию она передает? Какую она забирает? Вот я сейчас общаюсь, и все начинает чесаться с ней, общаюсь. Первое – это вот этот стресс, нервозность. Все тело начинает илосить, зудеть, гудеть. Как-то неспокойно совсем на нервную систему. От вялости до слишком большой активности на раскачку. То так, то так. Все. На этом все. Как она влияет на здоровье? Ну вот нервная система, кожные покровы. Вот я начинаю специально заходить, как она влияет, чтобы тело прочувствовать, передать вам информацию. Я вот начинаю вся чесаться. У меня зачесалась вся голова. Хочется подвигаться, почесать поясницу. Очень часто чешется. Очень часто. Все чешется, да. Вот здесь у меня уже теперь чешется. То есть все чешется. Могу голову до крови расчесать, но понять, что это такое. Вот это ноги. Спина. Бывает спина чешется. Все чешется. Чешется, чешется. Вот сейчас. Да. И еще. Тело. Как будто бы тело не твое. Как тебе объяснить? Вот ты довольна своей фигурой, да, допустим? Там своей красотой, своей внешностью, да? А здесь, наоборот, такие мысли, что как бы вот взять бы и по-другому все. Да. А она влияет на тело. Она находится в теле. И у вас как-то так все на двоих. Вот. Она как мама, как продолжение тебя, как ты и есть. Вот как-то подсознание приняло ее за свою. И вот она так вот. Но она правда, что только кто заходит, то выходит. То есть ее, то нет. Но в крайнее время она все чаще находится здесь. Говорит, что ты остро нуждаешься в поддержке. То есть это кто-то типа думает, что она ангел-хранитель? Ну, это представитель твоего рода. И она действительно в какой-то степени для этого здесь. То, что она на тебя влияет, она не сознает. Это как ее зона ответственности, скажем так. Вот у нее задача. Она ее себе придумала. Вот она стережет. Вот она помогает. Мила, покажи, как она негативно влияет на тебя. Покажи ей. Лена, покажи, на что она ее влияет. Да вот сейчас тут разделились энергии. Темные, средние, светлые. По пачечкам таким, по кружочкам. Она прям смотрит каждую. Ну, ну а да, понимает. Понимает, но не понимает. Да что ж ты такая чесучая-то вся. Старая. А тот с факелом. Слушайте, подождите-ка. А ну-ка, подождите-ка. А ну-ка, скажи, что ты мне сейчас еще рассказала. Еще раз. Мила. Она тебя подталкивает все время на движение, на действие вот этой неуемностью. У нее вот это ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту в голове у тебя. Надо-надо-надо-надо-надо-надо-надо-надо. И твоя неуемность, как упорство, наверное, сверхупорство. Сверхдвижок внутри, несмотря ни на что. Те характер. Она передает тебе это. Может быть, тебе и не надо, а ты все равно идешь и делаешь. Было такое? Да, конечно. Это болгарские корни, кстати. Это мобина линия. Болгарские корни. Это вообще откуда-то из-под Софии, возможно. А еще она ведьмой была, призналась не сейчас. Да-да-да. Хорошо. А вот тот с факелом. Спасите, помогите. Мужчина стоит вот так вот. Кем он ей приходит? Потерялся как-то, мужчина, потерялся. Как-то относится к роду? Или он просто? Не кровный. Кровного канала нет. Не по роду. А как он влияет на ее событийность в жизни? Это не может быть. Говорит число вспомни, говорит. Число вспомни. Какое-то число вспомни. Какая-то важная дата вас связывает. Мила, у тебя есть какая-то дата в голове? Что у тебя первое всплывает на уме? Не помнит. Не помнит. Нет информации. Прям такой, знаете, в тупик встал. Думает. Он мне снится все время. Мила, ты сама его видишь? Сейчас нет. Я просто предполагаю. Ну, я только чувствую, что... Я только энергетический спектр ощущений. И, ну, то, что я ощущаю, может быть, это он. А как тебе в сексе с другими мужчинами? Он тебе капец как не дает расслабиться, насколько я понимаю. Это 100% в этом. Удовольствие. Он очень ревнивый. И мне только с ним было хорошо. Скажу, как успокаиваю, потому что вы учитесь. Я вспомнила. Смотрите, я в подсознательной части обращаюсь к твоей, милой. И прошу, чтобы ты, так как он в твоей полярности давит на горло, ты глянь, чтобы я его не успокаивала. Сейчас, секунду. Чтобы ты отправила ему импульс. Высоковибрационный такой, знаешь, как валерьяночка давать так. Чтобы он чуть поднял вибрации и с минуса на плюс. Мила, отправь ему порцию любви. Успокоение такого. Да. Через какую эмоцию ему удалось подключиться к тебе? Через какую эмоцию он зашел? Как он подключился? Мила. Энергия, жалость и вины. Говорит, что ты его не отпустила. Да, это правда. Поэтому с факелом стоит, тебя машет. Говорит, что очень сильно хотел прощаться, а получилось остался. Нечаянно. А как так получилось нечаянно? Мне надо вот это вот притяжение. Все. А потом он понял и спасаться придумал. Вот этим факелом машет. Особенно, когда уже на сеанс пришла. Кстати, скажи ему благодарю, потому что это он тебя прямо вел в сеанс. Чтобы выйти отсюда вообще. Вот так. А он готовый? Из моего поля и из поля сына тоже. Пошли ему, любовь. Скажи, что ты его прощаешь. Ну да, да, он сейчас в твоем, вот сейчас в супруге находится. Три, три, три стоит, три тела. Помоложе ты. И вот который мужчина у тебя сейчас тоже там, он есть. Ага. И там, и там, и там. Да, он хочет, он не хочет все это смотреть. Он уставший. Ему все это неинтересно. Посмотри, вы еще раньше в других воплощениях встречались я с ним как-то? Или только в этом? Было. Ох, по щечину сейчас кто-то кому-то дал. Была. Ревность такая. Ой, ревность. Прям вообще было, 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 было. Я здесь уже. А какое это было воплощение? Прошлое. А кем было мило, а кем было он? Давайте посмотрим. Какое будем рассматривать? Прошлое или позапрошлое? Где по щечину? Где по щечину? Где по щечину прошлая? Давай, где по щечину. Ох, ты ему трескал. Ла. Кто из вас мужчина? Кто кому трескал? Ты женщина, он мужчина. Кто кого бил? Женщина, мужчина. Гулял. Сильно гулял. Казанова. Он что-то не очень хочет вспоминать это. Но я уже здесь. Мила, 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 мила. Да. Найди себя, перенесись в то воплощение, за которое говорит Елена Крайне, и посмотри. В это Крайне. Нет уже никаких. Мне смешно. Я сейчас как будто бы итальянские страсти. Смешно, да. И мне смешно. А ты ж бьёшь, не тебя ж бьют. Поэтому тебе смешно. Предлагаю скоренько там всех простить уже друг друга и всех подпускать. Не хочется, да, вспоминать? У нас, честно, забавно. Это уже всё. Чего ты только не делала с ним? А он всё равно к тебе шёл. Он всё равно ушёл. А знаешь, почему он ушёл? Самое интересненькое. Почему? Ну-ка посмотри внимательно. Чего он такой привязанный-то к тебе? У тебя шёл, ты всё равно. Не может быть. Да посмотри, посмотри. Я его примагичила? Ага. Ужас. Ещё и била ко всему. Вот ты какая. Как он умер в том воплощении? Как ты умерла? У него даже похоронены вместе. Ну, страсть, любовь, да грубо. Вот. А тебе не надо было его привораживать? Он и так тебя любил. Просто ревнивая была. А в этом вот, получается, он душил меня ревнивый. На пустом совершенном месте. А был единственный мужчина. Давайте переместёмся в момент, где Мил, где ты даже с ним ещё не встретилась. До того. Как я себя ощущаю. И в той жизни. Да, да, да. Как я себя ощущаю, что я такая очень красивая, как сказать, темпераментная. Как будто у меня такая широкая юбка. Между цыганским и казачьим. Что-то такое. Что-то такое. Волосы длинные, волнистые. Да, да, да. Такие, рыбачие. Мила, Мила. На коне яблоко жуёт. Найди его в том моменте, где вот вы встретились. И покажи ему эту ветку вероятности, которая с тобой происходила. Положи ему палец и перенеси все эти воспоминания ему в лоб. Показал. Мила, ты показала себе или ему? Ему. Хорошо. А теперь покажи себе тоже. Покажи это всё себе. Могу ещё раз. На физике уже всё произошло. На эфире хочешь это всё поменять? Да. Хорошо. Давай меняй, показывай. Открой себе эту ветку вероятности, которую ты хочешь выбрать, чтобы у тебя ты прожила счастливо и радостно эту жизнь и умерла в ладосе, в семье, в семье с детьми, в нормальной жизни. Всё, я вижу, мы уже нет. Есть верия, есть прекрасные отношения. Открывай этот портал и переносися туда. Есть. Тебе нравится эта ветка? Да. Хорошо. Всё, закрывай портал. И переноси на новую ветку вероятности. Поехали. Всё, потому что его уши успокоить. Нила, переносись в момент здесь и сейчас. Как ты себя сейчас чувствуешь? Какие-то изменения произошли на физическом теле? Ну, да. Чуть-чуть, как будто бы я... Часть с меня сошла. Один из пластов. Давай отсоединяемся от этой частоты и сканируем. И переходим на частоту магических ударов. Что мы видим? Есть магическое воздействие. Не понимая, что часть мы переписали, а здесь ещё есть рукотворное магическое воздействие. Пускай выйдут все ответственные. Как ты их видишь? Женщина с большой грудью. Носит ногти светлого цвета. Провижу её маникюр. Он всегда яркий. Нет, я не вижу, я не хочу смотреть. Почему? Ты же здесь. Да что я, Коля? Ну, я не хочу, я не знаю. Я не хочу никого, на кого-то думать. Да давай. Давай, пошли посмотрим. Мы же просто смотрим. Я хочу, чтобы Лена посмотрела и сказала. Ну, это ж твоё поле. Книга. И она своими красивыми ноготочками. Она, кстати, ещё колечки такие носит. Что-то такое надо, чтобы у неё было на пальцах. Такая журнальчик, тетрадочка. Сигарету покурят вот так. Всё время сигарету курят. И пишет. Тетрадь. Ручка. Ручка красивая, очень дорогая. Чё-то пишет, пишет туда. Такое слово идёт. Расклады. Какие ещё расклады? Расклады. Таро. Не просто Таро. Магия. Смотрит, понятно. Запись. Ты не одна здесь. У неё целый список таких греховных. Не очень для неё людей. Грудь большая, ногти красивые. Тут всё украшено, что-то тут всё одетое. Куря. Зачем навела магию? Какая была цель этого? Вот тут, чтобы все. Вот здесь. В кулаке. Вот здесь. Чтобы управлять на неё? Да. Влияние. Влияние от неё – это респираторные заболевания и слёзы. Только сонастраивая себя, начинает нос у меня. Вот это вот сейчас – простудная всякая, обезвоженная слабость. А она держит в руках рыбку золотую. Как бы визуально вижу. Образно показывают мне. Рыбка – это вся вот так вот в канатиках, верёвочках, ниточках. Идентифицируя влияние как? Сдержать, удержать, управлять. Крадник. Крадник, я так и знала. Она и мастер, и заказчик в одном лице. Да. Она может иногда прийти в галстуки. Ну или что-то болтается. А вы где-то раньше с ней пересекались? Да. А вообще в другой жизни? В других жизнях. Мила? Я думаю, да. А в каких? Лена? Я не понимаю. У меня здесь какие-то ордена висят. Вот тут болтаются ордена. Сейчас посмотрю. Кем она была в прошлой жизни? Дочь. Дочь Милы? Да. О, Боже. И что произошло? Эта женщина прожила, когда началась война, она уже была в возрасте. Достаточно по преклонном возрасте. А когда был первый год Великой Отечественной войны, ее не стало. Вот эти ордена здесь уже потом были даны при смерти, уже после смерти. Так показывает мне пространство, так вижу. Какая-то такая у нее почетная должность. Заслуженный доктор, связанная с медициной, с лекарством, исцелением, раны, перевязки. У нее жизнь была, лечила. Мила, доктор, здесь контрактация. Не пойму, молчит. Обе молчат, не хотят. Ты учила ее магии в детстве, да? Смотри, да или нет? Мила, посмотри, ты учила ее магии в детстве? Да, наверное. А она, смотри. Не хотела? Да, она пошла в науку. И в чем завязался керамический узел? Теперь она меня учила. Обида. Мать. Своенравная, командная, своевольная, требовательная, холодная. Не понимали друг друга. Давай отсоединяйся от этой чистоты и переходим на чистоту космических. Давай, настройся на чистоту космических. Лена. Да вот, изучая структуру, понимая, что кроме астральной паутины ничего нет. Тут только арахноид. Ребят, мы переписали здесь пакетом сразу. Давайте сейчас обменяемся энергиями со всеми ответственными за это. Открываем обмен энергии. Пошла конверсация, пошел обмен энергии. И меняем минус на плюс. Поехали. Все ключики от жизни у нее. Молодец, свобода забрала. Мила, а теперь давай блокируем все каналы. Раз, законсервируем все. Заблокировала? Можно момент? Мила, ты же хочешь видеть? Да. Ась, ты свою повязочку, за которой себе когда-то оделась, сними с глаз. Световые глаза свои раскрой. Снимай повязку. Мила, давай снимай свою темную повязку, раскрывай свои световые глаза. Раз, два, оп, повязка слетела. Снимай, 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 сжигай, сжигай, сжигай. Смотри, 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 сгорает повязка. Все, смотри, искрится. Божественный свет, смотри, как ты видишь. Астральное зрение настраивай и физическое восстанавливай. Так, сожгла. Молодец. Как ты стала видеть, Мила? Как у тебя зрение? Видишь? Мы видим. Еще не вижу, но думаю, что вижу. Вот. Ты видишь, Мила. Ты не думаешь, ты видишь. Так что мы тут все под фиолетовым потоком. Прочищай глаза. У нас уже взрывается все. Ну все, этот час. Прочищай глаза фиолетовым потоком. Пошел свет. Видишь, фиолетовый родник? Умойся. Так. Так. Чистоту шишковидной железы. Поднимай, поднимай, поднимай. Выше, 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 выше. Да, то, что ты хотела. Поднимай чистоту. Прям гол стоит. И так. У-у-у-у-у. Как моторчик завели. Так. Ну что? Все каналы заблокированы. Вот смотрю на твою структуру. А ты прям собираешься. Вот твоя пыль золотая. Из твоего источника. не просто жива она именно как ткань астральная останавливающая постепенно укрепляется я бы сказала астральная часть то есть астральная часть каждого органа и золотые золотой пыли восстанавливается все все тело тихонечку постепенно а ты не просто жива это еще и такая энергия создателя тоже но что-то что-то такое то источник как ты себя чувствуешь это просто как электричество там не тут уже жарко слушай степляр давай давай колонзаемся в абсолют пространство абсолютно для зарядки энергии давай переносимся пошел подъем энергии молниеносные структура английская крыльев 4 энергии архата конь светлый грива золотая но это она я вижу ты тоже видишь то да я вижу тут компьютер в этом записи тут у нее вся комната фиолетовая стала мы ведем запись сильная мощи это не мило потом сосуде комната залилась фиолетовым цветом это она энергии архата золотая просто вся тут из золота с белыми бликами светится как лампочка смелая сильная волосы длинные а у нее еще знаете как эти крылья основные 4 золотые как ртуть только золотая и много мелких таких знаете как зайдет стрекоза у нее помните крылья прозрачные вот очень красиво у нее еще вот таких прозрачные крылья есть побольше поменьше она как цветок такой красивый и они переливаются разными цветами зелененький фиолетовенький оранжевенький да всякие 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 как не обращаться странно говорит сапфира сапфира а дашь пообщаться с апфирой да приветствую тебя сапфира приветствую вас горячо любимая что бы ты хотела передать мили любовь и так передаю любовь они не надо говорить она не поддается давай свою потом с электричеством передаю вам все мило какие бы ты хотела задать вопросы сапфире как не помочь своему сыну подскажи пожалуйста мили какие помочь своему сыну тоже есть этого достаточно нет смысла прилагать в силе достаточно быть и делать то что сейчас полагайся на себя все произойдет по замысл творца благодарим я фоин на мое оружие это свет это любовь я всегда там где пустота там где этого света нет там где в нем нуждается это мой путь это путь и твой осознавай транслируй транслируй передавай словами или чувствами но замыслом творца с чувствами люди сами придут не надо не надо проявлять там где в тебе не нуждается все что вовне это благодарю мило тебя понятно послание да благодарим высшее я благодарим благодарствую свет хорошо теперь переносимся в нейтральную зону у